Я буду говорить о языке и о том, вообще, возможно ли у нас герма языка. Язык — это система знаков. Люди взяли и однажды договорились, что вот эта штука будет называться стаканом. Также мы помним, что у нас есть у нас жесты, у нас есть мимик, у нас есть свироглиф, у нас есть движение картины. Это тоже все средства коммуникации, о которых язык является. Я не буду говорить о коммуникации, я буду говорить о том, о смыслах, которые в языке мы сможем найти. Этот человек говорил, что многие его революционные открытия, он сначала к нему пришли в голову в качестве каких-то цветовых пятен или геометрических фигур. И потом проблема была сформировать, сформировать их на вербальном уровне, сказать, а что же, блин, вот такое я почувствовала. Когда мы говорим фразу, ну возьми стакан. Мы ее понимаем не только на вербальном уровне, у нас есть в мозгу так называемые моторные нейроны, которые помогают нам не только это словесно понять, но также и понять, как это действие выполняется. И как будто мы своим мозгом его проектируем и выполняем. Здесь мы отменяем чистые коммуникативные пункты. Черниговская Татьяна Владимировна, она сказала, женщина-богиня, что язык это своеобразный промежуток с миром. Язык это средство упорядочного хаоса. Это же интерфейс между хаосом, внешним миром и мозгом. Не человеком, а мозгом. Человек вообще здесь вместе стоит под вопросом. И дальше Гумбольд, это потрясающий филолог, ученый, который думал, что язык это тоже промежуточный мир, находящийся между народом и его окружающим объективным миром. И он говорил одно очень важное язык, что в разных языках знаки, они обозначают разные предметы. Но не только это, он также говорил, что они обозначают разные видения, разные взглядные примеры. Простой пример, английский язык blue. Одно слово для двух цветов русских языков, голубой и синдром. Немецкий blue, французский, по-разному, и то же самое. Но это просто есть та картина, как мы смотрим на мир, например, мы смотрим на мир и как это реализует у нас в языке. Африканский, примерно, то же самое. Два слова для обозначения цвет. Тепло, терпи, хорошее. Эти люди в 20-й лет выпустили больше реалистической относительности. Она смотрит, она похожая на Гумбольдовскую. Они говорили, что язык определяет поведение, культуру и мышление в группах. И также они сказали, что язык – это причина наших представлений и мышлений. То есть у нас есть, мы формируем мысли, это часть грамматики. Хорт, все это было взорвано. Хорт – генеративная реалистика, повторяя положение 20-го века. Он вообще формирус убрал с фанель, как с первой, как в смысле, расчитывая языка, на предложение. Он говорил, что это основная задача, которую он должен, объект, который он должен рассматривать. Он говорил о том, что у нас есть два компонента в голове. Мы сейчас не говорим о словах, мы говорим абстрактно. Базовые правила, которые предоставляют глубинные структуры – это синтаксические предложения. И которые потом, с помощью трансформации, получают такую некую поверхность структуры. Попроще, ну, вот так, то, что я сейчас произношу. Это модель, которую я сказала. Он классный. Следуя за Якобцовой второй и Сосилой первой, он говорит о том, он пытается выявить вообще правила человеческого языка. Не казахского, не русского, а человеческого языка. И он уходит от классической лингвистики, и он выходит в рамки моделирования, я сейчас скажу почему. Классическая лингвистика говорит о том, фонема на технологическом уровне смыслово-различительная частица языка. Морфема, лексеба и синтаксеба дальше. Он берет и переворачивает. Он говорит, предложение – это основная наша смыслообразующая, это основная шелезди, единица. И дальше. Он это все поздно переворачивает. Фокус меняется. Да, мы уходим совсем на другой уровень, мы уходим на уровень врожденной способности говорить. Фокусский говорит, что у нас есть врожденная способность, мы можем говорить, потому что у нас есть биопрограмма. И он говорит о том, что у нас есть ряд грамматических правил, которые мы используем для создания бесконечного количества конструкций. Их невозможно посчитать. Но у нас заложена биопрограмма. Вот это, по комскому, как мы мыслим, это универсальная грамматика человеческого языка. Мы не разделяем на личное. Мы с вами мыслим, как он говорит, предложение. Вот это слова, они здесь внизу. Вообще, к черту его. Мы идем на высшем уровне, так называемой абстракции, и мы сидим с вами на абстрактном мышлении. Это как с вами у глубинной штруктуры. И дальше. Он говорит, что в каждом человеке заложена языковая способность. Языковая способность – это потенциальное знание человеком языка. И он говорит, что она генетически определена. Спросите про генетическое язык, а даже что-нибудь скажу. Просто попроще. И теперь у нас может возникнуть вопрос. Откуда мы знаем язык? Мы, например, думаем, вот, ребенок слышит, да, и повторяет. Круто. Нет. Если мы следуем за хомским, если мы идем от генетической грамматики, то у нас есть механизм, который код сложный, язык – это безумно сложный код, приходящий к нам в голову, он его способен расшифровывать. И дальше, в принципе, вообще-то есть язык для коммуникации, язык для мышления. Потому что тогда мы с вами… В коммуникации это плохо используется. У нас может быть плохое настроение. Мы поругались нашим любимым человеком. И все как-то все очень лично, все зависит. И он переносит эту сферу рекоммуникации на уровень мышления. Пример. Как вы понимаете, формы-то даже не могут для армии, которые умеют летать, плавать. Формы две – летать и плавать одинаково. Ну, почему так понимают? Заменим на летающую армию. Тоже понимают. А вот если мы с вами могут и летать, а он не плавать, взяли эти две формы, и что мы здесь видим? Смысл здесь есть. Но модель, дизайн языка, он нарушен. Да, и мы не понимаем. Аристотель говорил в 4 веке до нашего, что язык – это смысл со смыслом. И в 20 веке в коммунистике говорит, что язык – это смысл со смыслом. Он все переворачивает. Он полностью все переворачивает. И тем самым он говорит о том, что язык – это не следство для коммуникации, а это следство познания. И коммуникация – это второе, вторичное уровень. Это самое важное. А ментальная репрезентация – это очень важная вещь. Речь – это второй уровень. Ментальная репрезентация. Это одна из самых популярных современных людей, которые есть, и наоборот о том, что язык формируется еще до объективации, то есть до существования языка у человека присутствует некая концептуальная система, а язык на ее основе развивается. И тем самым, вот почитайте, если вы хотите. Хомский, вот начните вот с этого, с аспектов теории язык сложный, черниговская, у него же лекция, все ее знают, она потрясающая. Путернёк вычитайте, он легко описывает, он очень интересный. Это для общего развития.